Ульяновцы приняли участие в Международном авиационно-космическом форуме. В Ульяновской области активно готовят профессионалов предпенсионного возраста. Утолить кадровый голод? Идут ли врачи работать в медсанчасти и поликлинику номер 2? В Димитровграде прошел первый региональный фестиваль ТОСов «Культура Поволжья». В Ульяновске прошел областной педагогический форум «Образование. Код доступа в будущее», на котором обсудили ключевые задачи одноименного нацпроекта в новом учебном году. Подробности в материале Натальи Чумаченко. В этом году ежегодный образовательный форум выдался масштабным. На образовательных площадках, которые стартовали в регионе 15 августа, приняли участие более 5000 человек. Ни одна сотня гостей пришла сегодня в педагогический университет на интерактивную выставку «Разработка достижений образовательных и профессиональных организаций». Здесь представлены отдельные виды работы. У нас, ребят, очень много, у них есть проектная деятельность, каждый выполняет свой проект по разным совершенно направлениям. У нас три профиля. Это технологический, гуманитарный и естественно-научный. Здесь, конечно, представлен, вы понимаете, естественно-научный профиль. Вот там ребята определяют, работают с определением видов бабочек. Ключом события форума по традиции стало пленарное заседание. В этом году мероприятие посетила министра просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, которая напомнила про основные цели и задачи нацпроекта образования. Второй целью нашего национального проекта образования является воспитание гражданина. Напомню вам, что система, системная основа воспитания заложена в стратегии Российской Федерации. Этот большой документ, который определяет движение в этом направлении до 2025 года, что сделало министерство вместе с регионами. Я знаю, что в регионе уделяют особое внимание проблемам воспитания. И уже в сентябре 2019 года мы начнем во всех регионах нашей страны апробацию примерных программ воспитания для начального, общего и среднего образования. Сегодня Ульяновская область успешно участвует во многих федеральных проектах. Так, в рамках программы «Успех каждого ребенка» создан региональный модельный центр дополнительного образования, а также внедрен общедоступный навигатор дополнительного образования детей. Благодаря проекту «Учитель будущего» к концу 2022 года на территории региона появятся принципиально новые институты. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства и Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников. При этом ключевым вопросом становится закрепление и повышение статуса учителя. «Статус учителя определяет ситуацию образования, а значит и в стране в целом, а значит никто и ничто не заменит учителя. На мой взгляд занимаем правильную, она где-то, наверное, даже очень принципиальная, но она, еще раз повторяю, очень верная позиция. Нам необходим закон о статусе педагога». Новизна законопроекта состоит в том, что в регионе будут установлены дополнительные статусы педагогических работников. Педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь и другие. Ведение такой классификации позволит повысить качество образования и квалификацию педагогов, а также профессиональный престиж тех, кто непосредственно будет заниматься наставничеством, методической работой и исследовательской работой. Кроме того, специалистам, удостоенным этого статуса, будут ежемесячно уплачиваться субсидиям. «Я думаю, что надо принимать. Я вот сегодня вынес поправочку, небольшую сходу, прочитав сегодня первый раз этот закон, законопроект, и губернатор согласился. Дело в том, что размер материальной помощи предполагается для всех категорий, и наставника, и исследователя, и учителя. Речь идет о цифре абсолютной, а, наверное, надо было какой-то относительной. «Я уверена, что форум сегодня прошел на очень высоком уровне, особенно в содержательной части, и те участники форума, которые хотели получить ответы на вопросы, которые их волнуют, они получили, обсуждали все вопросы кадров, они имеют место сегодня быть и подготовка педагогов, обучение в высшей школе, и, самое главное, материально-техническая база самих учебных заведений». Главным итогом форума стало обсуждение и утверждение закона о статусе педагогических работников Ульяновской области. По новому закону каждый педагог области будет иметь именное удостоверение и нагрудный знак, подтверждающий его статус, а также у них появится право на учительские запросы в органы государственной власти и местного самоуправления, аналогичные депутатским запросам. В настоящее время на территории Российской Федерации подобных законов нет, поэтому Ульяновская область в этом вопросе выступает регионом-новатором. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новый Стелл Правда ТВ. Вот уже шесть лет наш регион участвует в движении WorldSkills Russia. Ежегодно представители Ульяновской области занимают призовые места в финале национального чемпионата. Кроме того, второй год подряд проводится обновление материально-технической базы в среднеспециальных учебных заведениях. Данная работа ведется в рамках нацпроекта образования. В последнее время много внимания уделяется обучению и переобучению граждан предпенсионного возраста. Председатель правительства Александр Смекалин провел встречи с руководителями образовательных организаций региона по вопросу обучения и переобучения граждан предпенсионного возраста. Отдельно стоит сейчас вопрос, очень важно стоит вопрос, и руководство страны поставило перед нами, это сделать конкурентоспособными в текущих, очень быстро меняющихся условиях и специалистов, скажем, очень уважаемого возраста, почетного, почтенного возраста, предпенсионного возраста. И наша задача помочь им так же быстро осваивать новые знания, новые навыки, новые технологии для того, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда. На встрече присутствовал советник генерального директора Союза WorldSkills Russia Анна Набатова. Напомним, своей миссией ассоциация называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Наше здесь появление уже свидетельствует о том, что Ульяновская область активно и очень неформально подошла к вопросу программ обучения для лиц старшего возраста. Поэтому уже 10 площадок в Ульяновской области отобраны для реализации программ для работников старшего возраста. И мы надеемся на постоянное пополнение этих площадок и предложение все большего и большего количества программ для предпенсионеров. В Ульяновске люди предпенсионного возраста могут обучиться 15 профессиям. Например, в настоящее время очень активно набираются группы по специальности поварское дело. Начиная с марта месяца мы прошли предквалификационный отбор по компетенции поварское дело. На нашей базе ведется подготовка лиц предпенсионного возраста по профессии повар. Мы тесно сотрудничаем с нашими работодателями, которые помогают нам в наборе слушателей на эту программу. Вот уже была обучена одна группа, 12 человек по программе профессионального обучения. Сейчас на базе Ульяновского техникума торговли и питания проходит занятие второй группы поваров предпенсионного возраста, которые повышают свою квалификацию по международным стандартам WorldSkills. На нашей базе, которая является центром проведения демонстрационных экзаменов, то есть сертифицированной площадкой, проходит подготовка предпенсионеров, то есть переподготовка, повышение квалификации. У нас в группе всего 12 человек. Сейчас в первую смену работает 6 человек. То есть они сегодня готовят холодные блюда из птицы, с гарнирами и готовят декоры и оформления. Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, программы реализуются в рамках федерального проекта «Старшее поколение» – национального проекта «Демография». Благодаря такому обучению ульяновцы могут повысить конкурентноспособность и мобильность, а также укрепить свои позиции на рынке труда. Продолжительность курса – не более трех месяцев. По окончании обучения участники получают скилл с паспорта и свидетельство о профессии рабочего должности служащего. Программа является бесплатной и рассчитана до 2024 года. Каждый слушатель может пройти обучение один раз за весь период ее реализации. Более подробно со списком компетенций можно познакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Из медсанчасти ее подшерпной поликлиники появилась новость о кадровой перестановке. Решается ли вопрос нехватки специалистов и довольны ли врачи и пациенты? Подробнее в нашем материале. В ульяновских медучреждениях не хватает врачей. А все потому, что опытные специалисты уходят на пенсию, а недавние выпускники вузов выбирают частные клиники и карьеру в столице. Безусловно, все желают достойной оплаты и условий труда. Чтобы решить проблему дефицита кадров, на федеральном уровне введены программы поддержки молодых специалистов. Они входят в нацпроект здравоохранения. Сегодня наша съемочная группа посетила поликлинику номер 2 на улице 50 лет в ЛКСМ. Там ситуация со специалистами начала улучшаться. В учреждении появился долгожданный лор. Елизавета Матвеева устроилась на работу сразу после окончания университета. К слову, место работы она выбрала не случайно. Все мои родители, родственники, соседи ходили в эту поликлинику. И так получилось, что, наверное, где родился, там не пригодился. В принципе, на данный момент я всем довольна. Как известно, вторая поликлиника относится к центральной медсанчасти. Главврач Елена Ледяева рассказала о кадровой обстановке учреждений. В этом году ряды медработников начали пополняться. С 1 января 2019 года в наше лечебное учреждение было принято порядка 30 врачей. Из них в первичное звено 19 врачей. Из 19 – это третья часть. Из 19 врачей 6 молодых специалистов. Что касается среднего звена, здесь тоже у нас есть положительные подвижки. Мы приняли с начала года 31 средний медработник. Несмотря на положительную динамику, в подшефной поликлинике еще остались некоторые проблемы. Местная жительница Алина Зинина с 18 лет посещает учреждение. Качество и отношения врачей ее устраивают, но вот с записью на процедуры бывают накладки. Когда нужно, необходимо попасть не только к специалисту, но, может быть, на какую-то процедуру. Например, КТГ, либо рентген-кабинет. Нету записей. Кабинет работает, но они не принимают в силу того, что у них загруженность. И предлагают через продолжительное время слишком долго ждать. А вы чем это заменяете, если надо? Платной клиникой. Платной клиникой. Если есть возможность, ждем. Если нет возможности, то, конечно, обращаемся в платную поликлинику. Куда деваться? Хочется верить, что эта ситуация тоже разрешится. А пока что весь упор сделан на кадровое усиление. К слову, в поликлинике не хватает врача общей практики, гинеколога, кардиолога и инфекциониста. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. 25 онлайн суперсервисов через несколько лет упростят документооборот в России. Через портал Госуслуг с помощью нескольких кликов можно будет оформить и подать все необходимые документы, не выезжая из дома или города. На что еще способны суперсервисы, расскажет Рината Алиулова. К 2023 году в России еще больше упростится процесс обмена бумажными документами. К этому времени, например, прикрепить ребенка к поликлинике, распорядиться материнским капиталом или оформить европротокол можно будет из любой точки мира через интернет. Специалисты Минкомсвязи разработали 25 онлайн суперсервисов, которые затрагивают все сферы взаимодействия граждан и государства. В настоящее время уже разработано 10 прототипов. Со всеми из них можно ознакомиться на портале госуслуг, госуслуги.ру. То есть там можно ознакомиться с видеопрезентацией каждого суперсервиса, посмотреть, соответственно, как суперсервис предполагается, как он будет в будущем работать. И также там есть возможность подать, есть форма обратной связи. В следующем году 10 суперсервисов заработают в качестве пилота в нескольких регионах страны. Один из них связан с поступлением в ВУЗ. С инициативой создать такой сервис в прошлом году выступила Ульяновская область. К тому же подобный опыт приема документов у абитуриентов через онлайн-платформу применяют в Ульяновском государственном университете. Автоматизированная система была введена в ВУЗе в 2004 году. Будущий студент через официальный сайт заполняет заявление и прикрепляет все необходимые документы. Техническому секретарю приемной комиссии остается проверить правильность и наличие всех компонентов. Система простейшая. Практически исключены все возможности допустить какую-либо ошибку. Есть грамотно поставленный калькулятор специальностей. То есть при выборе определенного образования абитуриента выдаются определенные специальности к выбору направления. При выборе определенных ЕГЭ выдаются тоже определенные специальности по выбранным ЕГЭ. За последние два года все студенты ЛГУ подали документы онлайн. На самом деле намного проще подать документы онлайн, потому что ты заполняешь необходимые поля и заявления распечатываются уже заполненные. Остается только поставить подпись и отсканировать. Я считаю это намного удобнее, чем приходить и подавать документы, стоять очередь и сшивать свое дело. К следующей приемной комиссии система поступлений в опорный ВУЗ через интернет планируют улучшить. Добавят для студентов поощрения и бонусы, начиная с пресловутых блокнотов и ручек, заканчивая автоматами на экзаменах. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Капремонт под надзором общественной палаты. В 2019 году в Сенгелеевском районе планируется выполнить капремонт в 15 многоквартирных домах, расположенных в городе Сенгелеи, поселках Красный Гуляйцем, Завод и Силикатный. Сколько объектов ремонтируют в настоящее время, расскажет Виктория Черкова. Программа капитального ремонта многоквартирных домов проходит не только в городе, но и в области. В поселке Цемзавод Сенгелеевского района меняет кровлю на доме номер 7 по улице Горького. Работы продолжаются третью неделю. Местные жители ждут нормальной крыши с нетерпением. Впрочем, после кровли хорошо бы заняться и остальными проблемными моментами. У нас есть, что ремонтировать? Посад надо делать. У нас надо в этом подвале тоже там делать. Свет привести в подвале у нас там тоже нет. Вот, все надо делать. Во время приезда нашей съемочной группы на месте присутствовали общественные контролеры. Члены общественной палаты консультировали местных жителей и давали рекомендации подрядчикам. Также проследили и за качеством. Мы в этом случае все фиксируем, фотофиксацию делаем, видеофиксацию, обращение от жителей сразу оформляем. После чего мы направляем свое, скажем так, мнение аргументированное в фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства. И фонд, естественно, должен принять решение об устранении этих недостатков в рамках гарантийных обязательств. В 2019 году в Сенгелеевском районе планируется выполнить капремонт в 15 многоквартирных домах, расположенных в городе Сенгелея, поселках Красный Гуляй, Цемзавод и Силикатный. В настоящее время работа выполняется на четырех объектах. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. В Подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон. Ульяновцы в главе с губернатором Сергеем Морозовым принимают активное участие в форуме. Более шести сотен российских компаний, представителей Великобритании, Бельгии, Италии, Китая и многих других стран собрались в Подмосковном Жуковском на Международный авиационно-космический салон. Свой опыт в авиастроении представила и ульяновская делегация, презентовав стенд с разработками региональных компаний. В экспозицию вошли разработки таких предприятий, как Авиастар СП, Спектр Авиа, Аэрокомпозит, Промтех и многие другие. Ну а венец ульяновской коллекции – новенький Ил-76МД-90А. Это первый публичный показ российского топливозаправщика. Уже в течение недели Авиастар СП сдаст третий самолет, который потом передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк. В ближайшее время на заводе будет запущена поточная линия. В этом году уже переданы в эксплуатацию два самолета Ил-76МД-90А. И они сейчас активно уже участвуют в боевой работе 235-го полка ВТА. Сегодня утром подписан формуляр и завершено фактическое изготовление третьего самолета. И сейчас выполняется приемка его уже полком военно-транспортной авиации. И до конца года мы планируем сдачу минимум два самолета. Также губернатор Сергей Морозов провел переговоры с генеральным директором Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгением Кабловым. Главная тема – строительство лабораторно-производственного комплекса по выпуску полимерных композиционных материалов и покрытий. Это очень важный этап. Подписанное распоряжение уже правительства. Фактически решение состоялось. И это решение открывает дополнительные возможности в плане увеличения объема выполнения работ филиала. Объем финансирования – 938 миллионов рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест, а средняя зарплата будет достигать 60 тысяч рублей. С открытием нового корпуса налоговые отчисления в областной бюджет вырастут в два раза. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ. В минувшее воскресенье в Димитровграде прошел первый региональный фестиваль ТОСов «Культура по Волжье». Мероприятие, на которое съехались представители практически всех территориально-общественных самоуправлений Ульяновской области, получилось ярким праздником, оставившим приятные впечатления у жителей. Слово нашим коллегам из Димитровграда. Площадки ТОСов со всей Ульяновской области расположились 25 августа на территории парка «Западный» в Димитровграде. Яркие национальные костюмы, предметы быта и прикладного творчества издалека привлекали к себе внимание оказавшихся в парке в это время. Со сцены участников первого регионального фестиваля «Культура по Волжье» приветствовали первые лица города и района. Мероприятие проводилось ассоциациями ТОС Димитровграда и Ульяновской области. Движение ТОС в Ульяновской области растет, очень сильно растет. Еще буквально только сегодня я смотрел, что в прошлом году на территории Ульяновской области было 157 ТОСов, а теперь уже 273. Представляете, как у нас, какими шагами движется ТОС, как он развивается. В городе Димитровграде отозвались все ТОСы, все 8 и даже 3 ТОСы, которые еще находятся в стадии оформления. Развитие территориально-общественного самоуправления в нашем регионе вот уже много лет проходит при поддержке областного правительства и лично главы региона. Результаты работы видны. Так, фестиваль «Культура по Волжье» уже является проектом с большим будущим. Вот этот фестиваль, который сегодня проходит, это очередная изюминка наших ТОСов, ТОСов в Ульяновской области. И в дальнейшем я думаю, что это будут такие фестивали по всей Ульяновской области. Не думаю, а уверен, что будет, потому что уже сегодня ТОСы подходят и говорят, неплохо бы нам у нас провести. Поэтому в следующий раз я думаю, что будут какие-то кустовые фестивали, а потом уже большой региональный фестиваль ТОС уже в Ульяновской области, а возможно Российской Федерации. Основная цель мероприятия – знакомство и обмен опытом работы, поиск новых подходов и реализации территориального самоуправления. Организаторы и участники фестиваля уверены, что ТОСы – это не только благоустройство, но и спорт, работа с молодежью и, конечно же, культура. ТОС у нас организован с осени, а с марта месяца при ТОСе организована группа «Посиделки на заваленке». Вот она перед вами. Руководитель группы – супрун Лидия Леонидовна. Наша группа, основная ее задача – это мы ходим по бабушкам, которые старенькие уже ходить не могут, поздравляю их с днем рождения, с юбилеем, то есть дадим самодельные подарки им, то есть там наш репертуар такой, бабушки очень довольны. Яркие костюмы, песни, различные мастер-классы. У каждого ТОСа своя программа. Свою площадку на празднике представил и региональный оператор «Экосистема». Для горожан были подготовлены веселые игры и конкурсы. Детвору развлекали известные персонажи из мультфильмов. Победителям – бесплатная сладкая вата и аквагрим. У нас культура, понятие очень емкое. Это и культура души, и культура пространства, и культура взаимоотношений между людьми, культура поведения в этом прекрасном парке. Культуру Побожье «Экосистема» поддержала не только мастер-классами и сбросового материала. Региональный оператор стал участником областной акции «Помоги собраться в школу», которая вот уже многие годы проходит на территории региона по инициативе губернатора Сергея Морозова. «Экосистема» вручила сертификаты юным жителям демитровградских ТОСов. Областную акцию поддержала и татарская национальная автономия нашего города. Итог первого регионального фестиваля ТОСов «Культура Побожья» таков. В номинации «Хореография» лауреатом первой степени признан ТОС «Садки» из Сельнинского района. В номинации «Вокал» победа досталась ТОСу за Свияжье из Ульяновска. В номинации «Фольклор» первое место у ТОСа «Маяк» села Александровка Меликесского района. В номинации «Народные инструменты» лауреат первой степени ТОС «Новая Малакла». Впрочем, абсолютно все ТОСы получили дипломы участников фестиваля. Татьяна Ересеева, Анжелика Боровинок для управды.ру из Демитровграда. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в регионе ожидается прохладная дождливая погода. Завтра в Ульяновский столбик термометр опустится до 10 градусов по Цельсию. Ветер северный 9 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру по будням в 18.50. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok